Ну, поиграем! Это милок. Милок? Это для того, чтобы при соударении шар не соскальзывал с наклейки. Что надо сказать, чтобы вас сбить? Эй, мухня! Ах, вот получилось у меня вас сбить! Вообще правила оговариваются между участниками, да? В смысле правила оговариваются? Они не едины разве? Почему? Есть разные виды. Есть свободная пирамида, есть комбинированная пирамида, есть динамичная пирамида, есть классическая пирамида. Может быть, две команды по два, по три человека, может быть, три команды по два человека. А есть ли неравное количество? Можно каждый сам за себя. Ну, вот вы когда приглашаете друзей, если вы их пойдем покатаем шары, Серега, или как? Да. Да? Да. Либо покатаем шары, либо поиграем в колхоз, либо сыграем, может быть, на интерес. А почему колхоз? Ну, когда, допустим, много игроков собирается за одним столом, они играют в колхоз. Здесь важно не только забить, но нужно не подставить шар сопернику. А вы можете сказать, что вас привлекло в бильярд? Почему вы пришли сюда и играете в бильярд? Расслабляет. Вообще бильярд притягивает своей аристократичностью. Петр Первый привез, как все знают, не только картошку, но и бильярд. Он за рубежом когда был, увидел, ему понравилась игра и решил в Россию попробовать внедрить. То есть пока люди его ждали, они могли поиграть в бильярд. Игра не из дешевых. Например, пластиковый кий для любителя стоит 2-3 тысячи рублей. Один кий только? Да. А хороший деревянный кий, у которого будет 16 насечек, как у этого, например, будет стоить порядка 10 тысяч рублей. Городская федерация появилась с нуля. То есть ее не было раньше, была и есть до сих пор окружная федерация, но мы решили объединиться. Вы сколько лет занимаетесь бильярдом? 40 лет. 40 лет? Как у нас бильярд в Югре развит вообще? Хорошо? Чего не хватает? В Югре? В Югре-то разница хорошо, только у них хантом-массийский данный момент. Почему? В хантом-массийский пока у нас федерация ушла окружная фабрика. Мы только недавно открыли свою федерацию городскую. Поэтому детей надо, детей надо. Игра заканчивается тогда, когда кто-то из соперников закатит 8 шаров. Профессионалы, к слову, могут это сделать одним ударом. Пока среди югорских мужчин-любителей такого замечено не было. Впрочем, как и среди женщин. Не женское это дело шары катать.